Добрый день! В эфире Фактор ТВ, программа Ключевой Фактор. Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. В гостях в нашей студии политолог и журналист Хайк Халатян. Добрый день, господин Халатян. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Последние дни, а говно, Бердзор сдан раньше срока. Почему не получилось удержать на три года, какая возможность была предусмотрена в заявлении от 9 ноября? Тут надо все-таки более глобально подходить к вопросу. Если смотреть процессы, которые идут с момента окончания 44-дневной войны, к сожалению, получается так, что и противоположная сторона, я имею в виду Азербайджан, который преследует конкретные цели, и посредник в данном лице Российской Федерации уверены, что армянская сторона не имеет каких-либо красных линий, и даже озвучивая их, она готова в любой момент под давлением. Но это в первую очередь касается Азербайджана, да, он уверен, что при малейшем давлении он сможет добиться того, что армянская власть забудет о тех красных линиях озвученных и пойдет на серьезные уступки. К этому добавляется, естественно, событие на Украине, от этого нельзя никуда деться. Понятно, что в центре внимания России вот эта война, которая там идет, которая имеет для нее стратегическое, даже не строго стратегическое, вопрос жизни и смерти для России там решается. И понятно, что на этом фоне как бы у России нету желания открывать какой-либо второй фронт или идти на какие-то серьезные осложнения с Азербайджаном и стоящей занятуцией. И на фоне того, что в Москве тоже считают, что как бы армянская сторона все равно готова на уступки, пытаются как бы за счет армянской стороны вот эти вопросы решать. Но тут все-таки опять повторюсь, к этому очень важно добавить, что добавляется то, что помимо того, что как я уже говорил, что армянская сторона не готова защищать свои, точнее армянская власть не готова защищать интересы Армении и тем более Ацаха, к этому добавляется даже не знаю, катастрофический уровень армяно-российских отношений, коммуникации, о котором очень много говорили с момента прихода Никола Пашняна к власти, но который мне кажется уже достигает апогея. Мы видим публичные заявления армянской стороны, реакцию на них Москвы. Это говорит, что и диалога нету, и это мешает армянской стороне хотя бы озвучивать те опасения и те угрозы, которые действия России могут несить даже для интересов самой России. Поговорим об этом отдельнее. Это был такой отдельный предусмотренный блок вопросов о кризис коммуникации между Москвой и Ереваном. В посольство России отметилось заявление после взрыва трагического на ярмарке в Сурмалу, где были 16 человек погибших, раненые и до сих пор пропавшие без вести, где отреагировало на публичные заявления о том, что этот взрыв мог быть подстроен Россией. Почему выступать в такое заявление и почему направлять вообще ноту в МИД и подогревать какой-то негатив в Армении к России? Тут надо поймать российскую специфику. Один из минусов, на мой взгляд, минусов, хотя это не только, я считаю, многие даже российские эксперты отмечают, что российская внешняя политика, она всегда ориентирована на элиты и даже не только на в целом элиты, а на ту часть элиты, в руках которой находится принятие решений, то есть власть. И для них они не очень задумываются над тем, как в армянском обществе вот та же нота будет воспринята. Что касается власти армянской, то мне кажется, вот это заявление, эта нота, это некий такой месседж армянским властям, который должен им покидать, что в Москве видят, что творится на информационном поле Армении, при этом я имею в виду информационное поле Армении, это те СМИ, которые подконтрольны властям, провластные СМИ, я даже не говорю, это прозападные или все, тут хотя бы армянские власти могут ссылаться, что знаете, ну это прозападные СМИ, понятно, они там настроены антироссийские, но в Москве их очень хорошо понимают, что антироссийскую волну сейчас во многом разгоняют именно связанные с властями СМИ, телеграм-каналом и все остальное. Но ведь получается такой тупик, если Россия не обращает внимание на то, что думает армянское общество, любая власть в любой стране, если мы не говорим о тоталитарном или авторитарном, или слишком государстве, она формируется обществом. Если не работать с армянским обществом, не объяснять ему, не делать какие-то уступки, не помогать, как можно ожидать положительного настроя властей? Есть такая поговорка, такой афоризм, который очень хорошо характеризует российскую политику, и особенно армянно-российские отношения. Говорит, носорог плохо видит, но с его весом и габаритом это уже не его проблемы. Это проблемы тех, с кем он соприкасается. Окей, я согласен с вами, что это не очень дальновидно и зачастую приводит к проблемам. Но встает вопрос, вот в состоянии Армении, тем более армянское общество, изменить российскую политическую специфику? Нет. Поэтому армянские власти должны руководствоваться тем, что Россия есть такая, какая она есть, и она не будет меняться ради Армении. Мы понимаем, что Никол Пашня в свое время предлагал России адаптироваться к изменениям в Армении. Мы понимаем, да, кто кому адаптировался. Но не Россия адаптировалась к изменениям в Армении. Поэтому в этой ситуации, опять говорю, я считаю, что это минус российской политики, но она такая, какая есть. В этом случае, поэтому армянским властям надо понимать, вот любой политик должен поймать, вот те действия, которые они делают, может быть и в некоторой степени даже оправданное, недовольство и все остальное, это приведет к тому результату, на который они надеются. Вот публичная критика российской стороны со стороны армянской власти приведет к изменению российской политики? Я уверен, нет. Потому что в России вопрос и так не решается. Вот эта проблема, о которой я говорил еще, когда Никол Пашин только пришел в классе, мы помним знаменитые дела против ЮКЖД, Газпрома и все остальное. Так вопросы с Россией не решаются. Если кто-то думает, что с помощью маски-шоу, например, тогда в компаниях российских можно повлиять на российскую политику, нет. Мы помним, да? Потом оказалось, что несмотря на возбужденное уголовное дело, никаких виновных, до этого Пашин даже два раза в интервью коммерсанту не только заявлял, что мы нашли преступление. Это дело против ЮКЖД. Да, и ЮКЖД, и там Газпрома, мы нашли преступление. Которое просто пояснило для телезидителей, потом было закрыто. Да, закрыто, сказали, никаких обвиняемых нет, никаких нарушений. В итоге почему-то не оказалось. Хотя публично, как бы, до этого заявлялось другого. В России вопросы надо решать за закрытыми дверями, на уровне первых лиц. Потому что там слишком политика персофонифицирована в России. Очень много решений принимается на уровне первого лица. И поэтому мне кажется, что самая большая проблема в армяно-россих отношениях сейчас, что вот этого нет, во-первых, понимания и нету коммуникации. Если раньше Никола Пашина просто не любили в Москве, ну сейчас не хочу сказать, как к нему относятся. Ну никак относятся. Это тут даже не антипатия. И это приводит к тому, что армянская сторона тоже выражает своё недовольство. Она всё время пытается как-то огрызаться. И потом же вынуждена всё время звонить из-за каких-то мелочей и просить Россию помочь в том или ином вопросе. Возвращаясь к сигналам и публичной полемики, продолжая точнее эту тему, мы упомянем ещё и обращение премьер-министра Николая Пашиняна по случаю 32-летия декларации о независимости Армении. Там есть мысль о том, что мы считаем, что наши там есть мысль о том, что наши союзники не всегда являются союзниками только нам, но и тем, кто является нашими врагами. Или противниками. Понятно, что речь идёт о Азербайджане и Турции в качестве противников и о России в качестве союзника. Это тоже такой публичный месседж недовольства в адрес политики России. Но чего можно этим добиться и можно ли добиться этим какого-то благорасположения на Западе или в коммуникации с Турцией и Азербайджаном, по вашему мнению? Мне кажется, нет. Потому что недавно Ильхам Алиев, вот чтобы понять, что же ожидает Армению и наши реалии. Вот недавно Ильхам Алиев, когда выступал, знаменитые армянские СМИ в основном акцентировали внимание на его заявление, что никакого статуса у армян Нагорного Карабаха не будет. Но там было намного более интересно, потому что этот момент он неоднократно заявлял. Но там были очень интересные пассажи со стороны президента Азербайджана, которые почему-то в Армении решили не обращать внимания. Я напомню, когда он сказал, что одна наша мечта уже реализовалась, он имел в виду Карабах, возвращение под контроль. С течением времени все наши мечты мы реализуем. А какие мечты у Азербайджана? Давайте вспомним, которые сам же Ильхам Алиев несколько раз озвучил. Сюни, Икс, Иван, Ереван. Вот сегодня азербайджанские СМИ дали, что потом и Ереванского хана приехал в Баку с визитом. Мы все время подчеркивали, что это Ереванский хан, он из потомков. Это же понятно, что какая-то обработка идет и внутри станы, и международного сообщества, что понятно, я не говорю, что завтра Азербайджан вот встанет и будет предъявлять Петербург. Но люди готовят основания, что когда завтра они какие-то претензии будут уже на территорию республики Армения, что в мире не удивлялись, вспомнили, ну да, там вроде Азербайджан, в Баку все время заявляли, что какой-то неурегулированный вопрос есть, что это их исторические земли и все остальное. На этом фоне портить отношения с главным военно-политическим союзником, кого мы ожидаем, что кто будет? Западный миротворцы придут, вот недоволен действиями России, благодаря кому сейчас в Ацахе еще армяне живут? Вот очень много уважаемых, но и адекватных, даже экспертов, которые я никогда ранее, нельзя их отнести к числу таких пророссийских, да, или положительных российских, но они все время же отмечают, что, ребят, никакой Западный миротворец сюда не приедет, и даже если будет такое желание у определенных стран, их не пустят сюда. Потому что та же увеличение роли Турции в регионе, это же не только из-за России, да, мы видим, что даже Запад вынужден на очень многие вещи закрывать глаза, потому что нуждается в поддержке Турции. При том, что Эрдоган для них очень проблемный партнер. При этом мы видим, говоря о роли миротворцев, мы видим августовское обострение очередное, и очередную агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха, и отсутствие какой-то внятной их реакции миротворцев, в том числе на захват одного из постов, после того, как миротворцы оттуда просто ушли одной из высот. Вот как это вяжется с тем, Это же было ожидаемо, что миротворцы не будут... Во-первых, начнем и с мандата очень много вопросов, но самое главное, начнем с того, что когда 9 ноября Армения подписала это соглашение трехсторонних и начала выводить свои войска, и отказалась защищать Арцах, во время этого августовского обострения премьер-министр Армении был в отпуске, он даже не вышел из отпуска. В Армении не было проведено даже заседание Совбеза, чтобы обсудить... Вот у меня вопрос стоит, откуда армянские власти были уверены, что эта эскалация не расширится и даже не перекинется на соседний Сюник. Раз они даже не провели даже Совбез, чтобы обсудить, куда идет ситуация, резкое ухудшение, все остальное. На этом фоне требовать, чтобы Россия была более проармянская, чем сама Армения, но это наивно, потому что опять повторюсь. Давайте факты, о которых, опять же, очень многие эксперты и военные отмечали. Сколько раньше в Корабах? 15-20 тысяч солдат армии обороны Ацаха была. Намного укрепленную линию занимала и удобно для обороны. Сейчас меньше двух тысяч российских миротворцев, неподготовленная линия обороны, новая линия, и что мы надеемся, что российские военные, тем более не обладая мандатом, и на фоне отсутствия политической воли у Москвы идти на боевые действия с Азербайджаном, будут лучше защищать Ацах, чем армянские солдаты. Нет, это же было понятно. И, кстати, вот именно поэтому Азербайджан идет на эти провокции. Он очень интересную игру, ведет на такой награни, идет на обоснование, но при этом он делает все, чтобы случайно не было столкновений с миротворцами, чтобы очень широко не зашло, но пытается показать, подогреть антироссийские населения в Армении, и самое главное, он пытается как бы одни выставки два зайца, пытается убедить население Ацаха, что российские миротворцы не в состоянии обеспечить вашу безопасность, чтобы население покидало Ацах, потому что он понимает, мы вот сейчас самая главная проблема для мирного соглашения любого, вот так, под эгидой Москвы, вот именно вопрос миротворца, мы видим, что Азербайджан упорно не хочет соглашаться на продление срока пребывания миротворца. Вот как только, вот я всегда несколько раз уже заявлял, что как только, на мой взгляд, Азербайджан согласен на какое-то долгосрочное пребывание миротворцев, я не исключаю, там на 10-15 лет, я не исключаю, что Москва может пойти на какое-то соглашение, в котором Ацах бы, вопрос статуса Ацаха окончательно бы решился, да, но пока мы видим, что Азербайджан считает, что и события на Украине очень многое позволит ему не дать согласия на это, не как бы лишить Россию главного рычага влияния на Богу. Запад тоже помогает, вот этот брюссельский процесс, который предлагает статус сейчас решить, причем за счет признания Армении Ацаха в составе Азербайджана, напомню, что о снижении планки в вопросе требований статуса, Никол Пашлян заявил после возвращения из Брюсселя, когда он, говоря о мифическом неком международном сообществе, не указывал, но он вернулся из Брюсселя, после чего сделал эти заявления. На этом фоне опять же говорю, Азербайджан пока не хочет на это идти, но он пытается вот создать такую атмосферу страха, неуверенности в обществе Ацаха, добиться, чтобы люди сами покидали Ацаха, армяне, чтобы когда уже через несколько лет станет вопрос, он сказал, а кого вы защищаете, вот здесь армян нету, для чего, потому что вот если армяне останутся, он ведь может заявить это даже не ожидая полного исхода армяна, просто к сроку вывода мира. Да, но тут есть такой нюанс, что мы понимаем, что по общению с российскими экспертами никто не собирается оттуда миротворцы выводить. На данный момент понятно, что мы не можем предугадать, как событие будет разворачиваться, потому что очень многие вещи решаются, понятно, что ни в Баку, ни в Вереване, ни в Степанакетсе, да, там та же украинская конфликта, от которой очень многое зависит для России, от его развития тоже очень многое будет зависеть, да, вот представим теоретически, что Россия не добивается поставленных целей, вынуждена идти на уступки, понятно, что Россия будет ослаблять свое присутствие в постсоветском регионе, да, и выводить свои миротворцы. Понятно, что Азербайджан тогда может добиться, даже если изначально у России цели не было, выводить миротворцев, добиться от России вывода миротворцев, да, но на данный момент у России такого, я еще не видел, да, ни одного эксперта российского, который уверен, что типа вот Азербайджан потребует, а Россия выведет. Наоборот, люди говорят, что они тут надолго. И вот когда, если там будет армянское население, вот хотя трехстороннее заявление Азербайджан, даже одна сторона может потребовать через пять лет вывода, да, миротворцам, но я не исключаю, что вот если там будет армянское население, Москва на это может ответить, что вы знаете, но тут население боится, опасается за свою безопасность, поэтому мы вынуждены из, в кавычках, человеколюбия, гуманизма, осознать наших миротворцев, потому что люди боятся, им грозит, физическая угроза. При этом под эгидой миротворцев в том числе в Нагорном Карабахе очень интересные процессы разворачиваются. Вчера была подтверждена уже властями Нагорного Карабаха информация о том, что между Азербайджаном и Степанакертом происходит коммуникация по линии Сарсанского водохранения. Да, использование водных ресурсов. И использование водных ресурсов. И в принципе Нагорный Карабах сейчас дает воду в том числе Азербайджану. Это что? Это процесс интеграции Карабаха в Азербайджан или что? Знаете, у России подход такой. Почему Россия настаивает на делимитации границ, например, между Арменией и Азербайджаном, на открытии коммуникаций. У них расчет на то. Но при этом они предлагают говорить, ну вопрос статуса давайте оставим на будущее, до более благоприятных времен. Потому что этот вопрос сейчас, по их мнению, не решаем. Расчет на то, что делимитация позволит как бы свести к минимуму или полностью прекратить вот эти инциденты на госгранице Армении и Азербайджана, на которые Россия так или иначе вынуждена реагировать. Но при этом любой ее шаг все равно очень негативно воспринимается как в Армении, так и в Азербайджане. Что вот начало экономического сотрудничества тоже как бы позволит сгладить противоречия между двумя странами. Но при этом вопрос статуса он останется подвиснутым в воздухе и позволит им всегда иметь рычаг влияния на Армению и тем более на Азербайджан. Потому что все-таки надо понимать, что даже экономические рычаги влияния России на Азербайджан очень сильно ограничены. Почти большая часть доходов госбюджета это экспорт энергоресурсов, которые идут не в Россию и не через Россию. Чтобы Россия могла какой-то сильный экономический давление. В отличие от Армении. Потому что Россия все-таки наш главный экономический партнер. Главный такой традиционный рынок экспорта. Это я даже не говорю вопросы безопасности политики. чисто экономические. Но в Азербайджане это тоже прекрасно понимают и на Западе. Поэтому хотят вот этот вопрос сразу. Поэтому вот сарсангской водоохранительной и другой я тоже примерно представляю вот в этой логике. Давайте сделаем так, чтобы поменьше напряженности было, чтобы не приходилось миротводцам реагировать, вступать в конфликты и все остальное. И это создаст предпосылки для того, чтобы наше военное присутствие в регионе сохранялось, чтобы как бы наше влияние сохранялось на две страны. Но на мой взгляд, все равно это не даст результата. Потому что мы видим, что по итогам 44-х дней на войне баланс сил в регионе очень сильно изменился. Я всегда привожу примеры российским коллегам, когда мы обсуждаем этот вопрос, что говорю, смотрите, мы же всегда знали, да, все последние годы, что Турция и Азербайджан это военно-политические союзники. они даже официально об этом заявляли, но интересно, не оформляли договорную. Только после победы в войне произошло подписание знаменитой этой Шушинской декларации, где они фактически оформили военно-политический союз. Это о чем говорят, что раньше в Азербайджане боялись, что негативная реакция Москвы будет на чрезмерное сближение, даже не сближение, официальное закрепление. Потому что вот тоже одна из черт Россизии. Вот очень интересно. На многие вещи могут закрывать глаза. Если, например, говорится одно, делается другое. Да. Но главное говорится о том, что мы друзья, мы партнеры и все остальное. Но когда уже даже... Так и сейчас говорится. И делается другое. Между Москвой и Анкарой сейчас прекрасные отношения, очень конструктивные в плане как минимум событий войны в Украине. И сейчас, если учитывать вот это сближение Анкары и Москвы и возросшую роль Анкары для Москвы, не повышаются ли шансы того, что с учетом этого союзнического договора между Баку и Москвой у Баку появляются новые ресурсы для того, чтобы затребовать вывод миротворцев. Смотрите, тоже интересный момент. Да, вот все время почувствуют, что вот сближение России и Турции, там, особенно в последние годы исчез. Давайте не только про Карабах поговорим. Вот где интересы России и Турции вступают противоречия. Энергетический рынок. Да, Сирия, Ливия. Вот если они настолько хороши у них отношения, а что ни в одном регионе, даже не говорю про Карабах, даже в нашем регионе этого нету, эти две страны никогда не смогли найти какое-то окончательное и долгосрочное решение хоть одного вопроса. Каждый раз у них вот такое странное, знаете, отношение такого партнерства и конфликта. Вот как только они понимают, что есть угроза прямого столкновения, находится какое-то тактическое решение, которое отдаляет возможность прямого столкновения, но при этом не дает окончательного решения вопроса, потому что их интересы настолько друг другу противоречат. Вот что касается экономической, важной ситуации, но давайте с другой стороны посмотрим, а что Турции невыгодно, нынешняя ситуация, особенно та турецкая экономика, которая при Эрдогане в последние пару лет в очень серьезном кризисе, и инфляционный, и другой. Турция получает большую доход, турецкий бизнес, на этом реэкспорте, и в Россию, и из России, потому что те же энергоресурсы, которые, Турция, тот же газ, нефть, которые там перерабатываются на турецких нефтеперерабатывающих заводах, и идет в Европу, что все же понимают, откуда это нефть. Но всех это, всех все устраивает. Поэтому тут занятие ситуации двухстороннее, не так сказать, что там Россия вынуждена идти на уступ и Турции, чтобы ими обеспечить вот этот параллельный серый импорт, экспорт некоторых статей своих товаров, но наоборот Турция тоже заинтересована. Но при этом мы видим, вот сегодня советник Эрдогана заявил, очень интересно, Турция всегда поддерживала территориальную целостность Украины и особенно в вопросе Крыма, но очень интересное заявление сделал колонист, не ошибаюсь, что будущее соглашение между Россией и Украиной должно подразумевать возвращение Крыма к Украине. При этом интуиции как бы играет роль главного посредника в российско-украинских отношениях, но получается этот посредник занимает четко проукраинскую позицию и то, что они предлагают, по их мнению, обязательные условия для мира, это фактически означает капитуляцию России. Потому что, чтобы согласиться на то, чтобы субъект Российской Федерации, а Россия уже официально все эти юридические вопросы завершила, Россия должна согласиться на возвращение, даже не возвращение, потерю своего субъекта, это может быть только случай военного поражения, военно-политического поражения России. Вам кажется, в Москве это не понимают, не видят, или подарки Байрактара, решение производить, завод построить. Поэтому российский подход, если не ошибаюсь, на прошлом нашем интервью, мы об этом говорили, повторили еще раз, во многих, в России подход такой, они объясняют позицию свою так, они говорят, Турция это проблемный партнер и конкурент нам, во всех регионах, где мы сталкиваемся, это конкурент, это Южный Кавказ, Центральная Азия, Ливия, Сирия, везде нам многое, нам выгоднее, чтобы Турция была нам конкурентом, но играла самостоятельную игру, чем Турция, которая верность в вассал и союзник США, как бы, потому что такая Турция нам намного более опасна, ну, по мнению России, но, опять говорю, тут мы приходим к тому, что есть очень большая проблема в российской политике, слишком персофенифицирована она, отношение Путина и Эрдогана, который был кризис после самолета в 2015 году, но все-таки Путин неоднократно говорил, что ему нравится в Эрдогане, потому что, если Эрдоган что-то ему пообещал, конкретно, он это сделает, вот С-400, полкубка, все остальное, даже несмотря на давление, ну, а представьте, в следующем году в Турции выборы, да, и есть большая вероятность, что Эрдоган, даже несмотря на этот авторитарный режим, который он установил в Турции, есть очень большие предпосылки того, что оппозиция может выиграть, а придут кемолисты, там несколько кандидатов, вопрос не в этом, да, но понятно, потому что при этом будет наблюдаться такой крен возвращения Турцию в орбиту влияния США, это влияние исчезнет, партнерство исчезнет, потому что Турция никогда не заявляла, что она готовится выйти из НАТО, там, конечно, мы его видим, да, просто Турция, отличие Турции от других союзников США по НАТО в том, что Турция во главу угла ставит свои собственные интересы, поэтому она пытается даже из этого конфликта получить выгоду и с той стороны, и с той стороны, в отличие, например, от европейских союзников, которые готовы взять под козырек и гробить свою экономику, жертвовать своими интересами по указанию там Вашингтона. Если возвращаться к проблеме, к турецкой проблематике, то между Ереваном и Турцией идет уже довольно долгое время, несколько месяцев, процесс дипломатической попытки нормализации отношений, и Чаврух Шоглу недавно также заявил, что Николай Пашнян и вообще власти Армении должны определяться, хотят ли они мир на Южном Кавказе, и что этот мир возможен только при подписании всеобременующего мирного договора с Азербайджаном. Это означает, что процесс заходит в тупик, или это означает, что идет подготовка к новой военной действии? Это угроза или шантаж со срывом этих переговоров? Мы возвращаемся к вашему первому вопросу о том, что почему все время, все уверены, что армянская власть пойдет на уступки, все уверены, что все, что заявляет армянская власть публично, это все равно, это ни о чем не означает, потому что в любой момент армянская власть готова сдать обратно. Вот тоже самый вопрос. Сколько раз нам армянские власти утвердили, что этот процесс никак не связан с тем процессом, который идет с Азербайджаном. Я напомню, проведу параллели между футбольной дипломатикой Сердзо Сарксиана и нынешним процессом. Тогда что же тут с Азербайджаном пытались связать этот процесс? Мы увидели, что армянские власти четко заявляли, что нет, они не готовы связывать эти процессы. Мы увидели, что такая нормальная предсказуемая политико-армянская власть это дело в том, что на моей памяти это один из немногих случаев, когда и министр национального дела России Сергей Лавров, а тогда госсектором США была Хиллари Клинтон, прямо обвинили в Турцию в провале этого процесса. Никто не сказал, исходя из такого дипломатического этикета и всего остального, что там обе стороны, ну как любят, да, там типа такую равенство. Нет, четко сказали, что знаете, вот в данном вопросе именно по вине Турции процесс не пришел к своему успеху. Опять же, Россия и США, которые уже тогда очень сильно ухудшили свои отношения. В данном случае, опять же, мы видим, что армянская власть заявляет, что это никак не связано, но при этом турецкая, Турция и Азербайджан, и особенно турецкие чиновники постоянно говорят, что нет, эти вопросы конкретно связаны, и вот на вопрос это что угроза, это просто шантаж Армении. Там очень прекрасно понимают, что нынешняя власть армянская, для нее внутрополитические интересы важнее, чем государственные интересы Армении. Они понимают, что эта власть как бы вошла в колею мир любой ценой с Азербайджаном Турции, и она уже не сможет свернуть с этого пути, потому что провал на этом треке будет означать очень серьезные внутриполитические проблемы, потому что, получается, войну проиграли, мир проиграли, параллельно к этому Никол Пашинян также говорил недавно о мире и о нормализации отношений с соседями. Это по времени почти совпало с интервью Чаву Шоглу, и он сказал, что соседи требуют от нас большего, чем мы можем дать, или ожидают, что мы требуем от них большего, чем они могут нам дать. Во-первых, вторая часть этой фразы, она больше для отвода глаз, и что подразумевается под первой частью? Мне кажется, это такое сожаление, публично озвученное сожаление, что на какие бы уступки армянская власть не шла, Азербайджан и Турция требуют от нее все больших уступов. Эта власть уже неоднократно доказала, что она абсолютно бездарна во внешнем политике. Абсолютно бездарна. Потому что, когда ты начинаешь очень сложный процесс, и сразу все свои карты раскрываешь, и заявляешь о готовности на уступки, это же логично, что другая сторона, опять говорю, логику Турции и Азербайджана я могу понять. А хотя они наши враги, но понятно, они действуют в своих интересах. Если ты можешь получить больше, чем ты даже мечтал получить, почему не попробуешь получить больше? Тем более, если это дает успех. Поэтому мы видим, что с каждым разом, озвучив, вот встав на эту колью, и внутреполитическую, внешнеполитическую, и раскрыв свои карты еще после поражения войны, особенно перед выборами, во время выбора прошлого года, и после выбора, Азербайджан и Турция понимают, что можно получить больше, можно этот карабахский вопрос окончательно сейчас закрыть, в отличие от Армении, которая не смогла это сделать с 90-е годы, закрыть этот вопрос, и на будущее лишить Армению в каких-либо возможностях для реванша, даже мысли о реванше. И пользуются тем, что вот эта сложная международная обстановка, что практически Баку устроил такую гонку между Западом и Россией, кто первым принесет им признание Армении, Арцаха в составе Азербайджана, в этой гонке немножко впереди Брюссель, но, опять говоря, зная российскую специфику, если в России поймут, что Никол Пашнян готов подписать это соглашение, даже без учета их мнений, я напомню, что во время своего визита в Виреван Лавров как бы намекал армянской стороне, даже публично, что вы спешите, там надо хорошенько подойти к вопросу соглашения с Азербайджаном, всего остального, как бы намекаю, что, ребят, не стоит подписывать сейчас то, которое очень сильно ограничит возможности даже в будущем для маневра Армении. Поэтому логика позиции Азербайджана и Туццы понятна. Они сейчас, видя готовность к уступкам армянской стороны, с каждым разом они повышаются в расчете на то, что если вот Армения готова на это дать, завтра она даст еще больше. Достаточно немножко нажать. Вот смотрите, раньше Туццы обуславливали закрытие границы вот ситуации в Нагорном-Карабахском конфликте. Мы помним, да, они предлагали хотя бы один район верните, там один-два района верните и мы открываем границы. Все семь районов получили еще плюс Гадрут и Шуши. А что не открываются границы? Грубо говоря, Азербайджан и Армения перевыполнили все те требования, которые нам с Туццей ставят. А сейчас нам говорят, граница может открыться для граждан третьих стран. Это о чем говорят? Для всего Запада Туцца представит это для США и Европейского Союза. Видите, какую штуку мы сделали открыли границу. Но при этом сама Армения фактически ничего от этого не получит. Получит некие такие граждане третьих стран, третьи страны. Россия, Иран, Турция сама. Потому что она себя позиционирует как транзитная страна. Азербайджан получит. Но не Армения. Спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях был политолог и журналист Айк Халатян. Спасибо. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин